Добрый день всем, добрый день. С вами компания Китфинансы, я Елена Беляева и наш очередной брифинг, посвященный техническому анализу нашего рынка. По традиции пару слов о расписании. Расписание следующее. Сегодня на повестке дня в 17 часов, извините, видеобрифинг про акции. Акции компании Ростелеком будут обсуждаться. Тех, кого интересует эта компания, можете посмотреть, либо в записи, либо присоединиться к самому мероприятию. И в 18 часов вебинар стоп-заявки. Возвращаемся к ситуации на рынке. Возвращаемся к ситуации и вот хотелось бы сегодня поговорить немножко на такую тему. То есть у нас с вами мероприятие происходит каждый день и вот такой ежедневный формат, он заставляет, ну как бы сказать, смещаться на более краткосрочную перспективу. То есть мы говорим в основном о краткосрочных сигналах, о возможностях открытия позиций на часовых графиках. И вот в этой ситуации не всегда бывают понятны на самом деле причины, может быть даже рекомендации, причины выбора направления торговли, так скажем. То есть в последнее время мы много говорили о том, что возможен разворот вниз. И вот сегодня мне хотелось бы немножко более такие долгосрочные перспективы затронуть, чтобы было понятно, откуда ноги растут. То есть были понятны такие уже соображения, которые вот привели к таким, по сути дела, выводам. То есть мне бы, наверное, хотелось хотя бы раз в неделю делать дейсон, который будет затрагивать более такие долгосрочные проблемы анализа и, соответственно, более долгосрочные перспективы открытия позиций. Вот сегодня попробую вот такой вариант сделать. И мы с вами посмотрим сейчас на дневной график индекса МВБ. И вот на этом графике попытаемся разобраться с происходящей сейчас ситуацией. То есть вот сейчас, в текущий момент, мы находимся в треугольнике. И в этот треугольник рынок зашел, индекс МВБ зашел с начала августа месяца прошлого года. То есть с начала августа месяца, вот по моему понятию, это, как сказать, пила, это боковое движение, это безстрендовое движение. И, в общем, в этой ситуации мы находимся с начала месяца. Конечно же, движения внутри этого треугольника были, но они были в рамках вот этого вот бокового движения. То есть верхняя граница и нижняя граница прочерчены на графике. И вот в недавние несколько дней мы видели следующую ситуацию. У нас цена подошла, во-первых, к верхней границе этого треугольника, во-вторых, она подошла к 200-дневной средней. И, соответственно, вот в этой ситуации мы говорили о том, что откат от этих уровней вниз наиболее вероятный вариант развития событий, чем проход через вот эту достаточно прочную границу наверх. То есть проход наверх, он, в принципе, возможен, но чаще всего это происходит после такого, ну, скажем, промежуточного отката, как минимум, как минимум, как мне видится, это до уровня 21-й средней, либо это уровень, вот тут уровень, который очень круто был проторгован с августа месяца, очень часто здесь цена находилась, это уровень в районе 1450, либо также, возможно, движение до нижней границы этого треугольника. Вот, в принципе, как бы сказать, по крайней мере, минимальное движение, минимальная разгрузка, она была бы правдоподобной, прежде чем произошло бы пробой выхода треугольника. То есть, знаете, наверное, что выход из треугольника может произойти хоть в ту, хоть в другую сторону. В данной ситуации из этого треугольника, который образовался после нисходящего тренда, большая вероятность выхода вниз, но мы пока на этом не настаиваем, то есть, куда цена выйдет, то и будем ситуацию принимать. Вот, то есть, сейчас внутри этого треугольника находится рынок, и поэтому сейчас в текущей ситуации какие-то долгосрочные и даже среднесрочные позиции по рынку, в общем-то, неинтересно открывать. Почему? Потому что неясны дальнейшие перспективы развития событий. То есть, в принципе, когда произойдет разрешение этого треугольника, то есть, когда из него выйдет цена вверх или вниз, в общем-то, нас устраивает оба варианта, то в этом случае мы будем уже делать какие-то более долгосрочные предположения, и, исходя из того, куда выйдет цена, исходя из этого будем уже строить позиции длинные или короткие, как выйдет цена из треугольника. То есть, Роман спрашивает, правильно ли, работает ли это на таком дохлом рынке, он имеет в виду, видимо, наш российский рынок. То есть, Роман, все зависит от ликвидности, и на нашем рынке на различных акциях совершенно по-разному работает теханализ. И, как вы, наверное, знаете, теханализ, он работает лучше на более ликвидных инструментах. И индексы, они являются наиболее анализируемыми, и на них можно рассчитывать более-менее на работу теханализа. Там теханализ работает лучше, чем на отдельных акциях. Поэтому на индексе ММВБ мы вполне можем этим заниматься. Также мы можем вполне нормально заниматься техническим анализом на индексах, на голубых фишках мы можем также этим заниматься. То есть, на акциях, которые входят в состав индекса ММВБ-10. На остальных акциях, скажем, на акциях второго эшелона, мы занимаемся тоже техническим анализом. У нас просто других вариантов нет, но мы всегда понимаем, что делаем это условно. То есть, срабатывание технического анализа там в меньшей степени происходит. Но, в общем, все равно можно этим пользоваться. Сейчас мы говорим про индекс, и вот сейчас в текущей ситуации поведение индекса, оно объясняет то, почему мы не рекомендуем сейчас открытие среднесрочных и долгосрочных позиций. То есть, нам нужно понять вообще, какой вариант развития ситуации выдает рынок. То есть, треугольники на графиках, они образуются достаточно часто на различных таймфреймах. Треугольник – это всегда модель неопределенности. То есть, он возникает тогда, когда рынок не понимает, что происходит, когда рынок ожидает какого-либо события. То есть, что ожидает сейчас рынок? Рынок, скорее всего, ожидает, ну, скажем, запуска программы какой-то или какой-то подобной программы. То есть, он ожидает прилива ликвидности на рынок. И в этой ситуации, если это произойдет, то такой вариант развития событий вызовет всплеск ликвидности, и в этом случае выход из треугольника, вероятно, будет вверх. И, соответственно, таким образом мы поймем, что есть повод для открытия длинных позиций. Если же ситуация будет развиваться каким-то другим образом, скажем, программа какую-то не будет запущена, будет нарастать напряженность в Европе, не будут решаться какие-то там проблемы и так далее. В этом случае цена выйдет из треугольника вниз, и мы тогда поймем, что началась новая стадия снижения, и тогда мы будем с спокойной душой открывать короткие позиции. Это вот, как бы сказать, такие перспективы. То есть, сейчас в текущей ситуации ожидаем как минимум разгрузки вот этого восходящего движения, которое у нас произошло с начала декабря. То есть, здесь у нас... Так, секунду, чего-то у меня не желает... Вот это дело не рисуется. Ну ладно, мухнем. То есть, вот с начала декабря на этом восходящем движении, на нем, в принципе, при возникновении сопротивления должна возникнуть некоторая разгрузка. То есть, вот этого и ожидаем, по сути дела. Вот, что еще как бы подтверждает наши ожидания, что подтверждает наши сомнения в том, что восходящее движение будет продолжиться прямо с этого момента. То есть, давайте мы взглянем с вами на... Так, на индекс Dow Jones. Давайте взглянем. У меня просто нет такого графика фьючерса на S&P 500. Я бы на него лучше посмотрела, но подойдет индекс Dow Jones. В принципе, ситуация практически такая же. То есть, вот сейчас мы смотрим на недельный график. То есть, мы видим ситуацию за достаточно большой промежуток времени, начиная с весь прошлый год и дальше. То есть, мы видим, что сейчас у нас индекс Dow Jones находится у очень такого сильного сопротивления. То есть, это сопротивление было создано в марте и в июне. Два максимума на этом уровне были в марте и июне прошлого года. И вот сейчас рынок подошел к этому же барьеру. То есть, такие уровни, которые были сформированы и подтверждены в прошлом, они, как правило, не проходятся с первого захода. То есть, как правило, при подходе цены к таким уровням сначала образуется как минимум коррекция и только после этого происходит пробой этого уровня. Вот, в принципе, этого и ситуации и ожидаем. То есть, ожидаем, что около этого уровня образуется какое-то нисходящее движение. Там дальше будем разбираться, будем смотреть по ситуации, ориентироваться, как будут развиваться события. То есть, ситуация, она и на американском рынке, и на нашем рынке, она выглядит как ситуация на возможный ближайший отскок вниз. Именно поэтому вот в последнее время мы начали ждать этого движения вниз. Более краткосрочно давайте взглянем на фьючерс на S&P 500, прямо в текущей ситуации, в моменте, да, на часовой график. И вот здесь мы с вами наблюдали достаточно уже долгое время у нас шел восходящий канал. В этом восходящем канале внутри образовался очень узкий боковой коридорчик. В течение нескольких дней уже у нас цена находилась в узком боковом коридоре с поддержкой 1305, с сопротивлением где-то 1312. Вот. Сегодня немножко вниз был пробит вот этот канал, но цена пока сейчас, фьючерс на S&P 500 находится на трендовой линии восходящей. И для нас подтверждением разворота рынка будет, во-первых, пробой вот этой вот восходящей трендовой линии. И окончательным подтверждением будет пробой уровня 1295. Это прошлый уровень, который образовался в канале. То есть, ну, первый сигнал – это пробой вот этой трендовой линии. То есть, он пока не произошел, поэтому пока в текущий момент наблюдаем, и, в общем-то, ситуация остается неопределенной. Давайте вернемся еще на наш рынок. И в этой ситуации попытаемся еще разобраться, что у нас есть, что происходит с какими-то отдельными акциями. Так, начали появляться вопросы. Давайте по ходу дела будем разбираться. Так, значит, первый вопрос по ВТБ. Давайте взглянем на ВТБ. Сначала посмотрим с вами на график дневной. Значит, на дневном графике ВТБ пока в силе нисходящий тренд. То есть, он вот сложился в 2011 году, с начала 2011 года, и пока его до сих пор еще никто не отменял. То есть, вот текущее снижение, которое мы краткосрочно наблюдаем на акциях ВТБ, это просто отскок от этого тренда. То есть, до каких пор мы ожидаем этот отскок, на самом деле, по крайней мере, до 21 средней на дневном графике, наверное, этот отскок должен состояться, как минимум. То есть, если мы сейчас посмотрим с вами на график часовой, то мы с вами видим, что у нас произошло следующее. Первая волна снижения была. На этой волне снижения у нас образовалась, ну так скажем, предположительно, флаг, модель продолжения. И по идее, вот если говорить по техническому анализу, можно говорить, что при выходе из этого флага можно было бы открывать короткие позиции. Но здесь, в общем-то, какая ситуация? Сегодня идет вот такое боковое движение. То есть, можно, например, для открытия коротких позиций по ВТБ можно обозначить минимальную цену сегодняшнего дня и чуть ниже этой минимальной цены, скажем, поставить стоп-заявку на продажу. То есть, если будет пробуя этого уровня случиться, это сегодня, то короткая позиция откроется. Вот можно, как бы сказать, таким образом. То есть, мне, скажем, вполне больше устраивает такой вариант открытия позиции не с рынка, не в текущий момент, когда возникла какая-то мысль об открытии позиции, а когда ставится заявка под каким-то значимым уровнем и при пробое этого уровня открывается позиция, в общем, чаще всего без участия, как бы сказать, личного. То есть, это, по моим понятиям, самый правильный способ открытия позиции. У вас, кстати, может быть другое мнение. Вот, но на самом деле ВТБ я не вижу, что это лучший вариант для открытия коротких позиций. По моему понятию, в общем, не факт, что здесь надо обязательно открывать короткую позицию. Даже, может быть, есть смысл подождать пробоя вот этого уровня поддержки. Так, может быть, будет правильно. И, соответственно, дождаться сигнала подтверждения по рынку. Вот, по рынку пока мы подтверждения не получили, смысл 500 пробоя не получили. И поэтому здесь я бы не стала сейчас позицию открывать. Вот, так. Второй был вопрос по Газпрому. Давайте посмотрим на Газпрому. Значит, на Газпроме тоже ситуация была следующая. Дальше была волна снижения. Дальше был, если смотреть на часовом графике, это модель продолжения флаг. Если при выходе из него было, имело смысл, можно было открывать позицию. И, соответственно, если сейчас эта позиция открыта, можно было по этой короткой позиции переставить стоп выше 185, выше ближайшего локального минимума, и, соответственно, в этой позиции дальше оставаться. Вот, такая ситуация, скорее всего, была бы правильной. Вот, гарантии нет никакой абсолютно, но в том случае, если будет действительно движение по всему рынку, движение по Газпрому тоже будет. Сейчас сказать и обещать на будущее, будет ли это движение или нет, честно говоря, это никто, наверное, сейчас не сможет делать. Кстати, уже просто остается позиция на свой страх и риск с риском и с ожиданием того, что технический анализ работает и цена пойдет до, как бы сказать, планового уровня. Вот, то есть больше помочь в этой ситуации не могу. Это было бы в данной ситуации более правильное решение. То есть стоп оставляем, короткую позицию оставляем, стоп выставляем, и, соответственно, надеемся на благоприятное развитие событий. Вот так вот. Дальше. По лукойлу взглянем. Здесь у нас пока ситуация, тут у нас восходящая линия тренда, и восходящая линия тренда, кстати, достаточно хорошо еще работает, поэтому здесь пока в данной ситуации относимся к ситуации, как к восходящему тренду, пока еще не завершенному. Кстати, на «Газпроме», извините, сейчас немножко, как бы сказать, отвлеклась, на «Газпроме», кстати, там тоже вот этот восходящий тренд, он в действии. То есть здесь такая ситуация, и вот сейчас, в текущий момент, вот именно вот эта линия тренда, она может сработать и может, в общем-то, привести к закрытию с убытком открытой короткой позиции. Именно линия тренда сейчас в действии, то есть она сегодня остановила, опять-таки, цену. То есть линия тренда пока показывает свою силу, и до пробоя линии тренда я бы коротких позиций по «Газпрому» не открывала. То есть против тренда все-таки лучше не открывать позиции, против тренда все-таки всегда лучше открывать позиции по тренду. Но всегда имеет смысл согласовывать позиции с тем временным масштабом, на котором вы работаете. Если вы работаете на часовом графике, на часовом графике еще тренд восходящий есть. Если вы работаете на графике 15-минутном, там совершенно другая ситуация уже может быть работать, и там могут быть другие мотивы для открытия позиции, другие, соответственно, ориентиры и так далее. То есть на каждом масштабе свои сигналы и свои целевые уровни. То есть не следует их путать. Дальше по Сбербанку давайте взглянем. Здесь ситуация такая вялотекущая. В этой вялотекущей ситуации тоже по Сбербанку имеет смысл именно с дневного графика начинать анализ. И вот здесь мы находимся тоже в такой достаточно решающей точке. Здесь, в принципе, акция будет тоже в ближайшее время разбираться, что она будет дальше делать, расти или падать. То есть я бы в текущей ситуации, возможно, просто подождала развитие событий, потому что волатильность низкая и, соответственно, в этой ситуации возможности получить приличную прибыль нет. Но если смотреть краткосрочно, здесь линия тренда восходящей был произведен, то есть восходящий тренд, краткосрочный тренд завершился. И, в принципе, для краткосрочных внутридневных позиций ничего не мешает открывать короткие позиции. То есть все должно быть согласовано с временным масштабом. Так, вопрос. Можно ли посмотреть Русалу и рассматривать его с точки зрения теханализа? Смотреть-то можно, но, смотрите, дело все в том, что, еще раз повторяю, что все малоликвидные бумаги, их нельзя анализировать на три дня. Мы их можем анализировать только на дневном графике и с перспективой открытия позиции от нескольких месяцев до полгода, как минимум. И вот в той ситуации, когда мы начинаем смотреть на нескольких бумаги и начинаем искать варианты для открытия позиции, нам нужно быть уверенным, что с рынком все нормально. То есть рынок идет в правильном направлении, весь рынок, то есть именно индекс. То есть для нас очень важно дождаться правильного развития событий на индексе. И тогда, если мы будем уверены, что на индексе будет продолжаться развитие ситуации, по крайней мере, в течение следующих месяцев, вот тогда мы будем начинать строить наш портфель из акций второго эшелона. Вот. То есть мне кажется, что нужно немножко набраться терпения и подождать. Русалу мы посмотрим, давайте, в ближайшее время, может быть, даже завтра. Просто у нас сегодня уже вышло время, и я думаю, что нам пора сегодня заправляться. Русалу обязательно посмотрим. Но, в общем, не совсем время для этих бумаг. Сургут нефтегаз. Спрашивают, Сургут нефтегаз. В принципе, особенно при фе, достаточно интересная бумага. Весной всегда это бывает такая песня на ожиданиях дивидендов и так далее. При фе сургут нефтегаза подрастают и часто даже против рынка ходят. И это так называемая защитная бумага, то есть в которую уходят инвесторы, когда они не уверены, что с рынком будет все нормально. То есть в сургут нефтегаз, не знаю, какие акции вы имеете в виду, я бы на вашем месте в текущей ситуации предпочла пресс. Только единственное, что давайте глянем, там на сургут нефтегазе, там сейчас отрабатывается сопротивление, если я не ошибаюсь. То есть там долгосрочное сопротивление на уровне, ну, все-то можно считать, что оно, наверное, пройдено. То есть можно пробовать, открывая длинная позиция, пусоргут нефтегаза, брифа, тут чуть выше 17,5 был уровень сопротивления. Тут сложно сказать, был он пройден или не был, но, в принципе, как бы сказать, вот в этой ситуации можно рискнуть и, соответственно, открыть позицию, понимая, где у вас находится стоп. То есть если цена бумаги вернется обратно ниже вот этого сопротивления, то, скажем, придется признать, что пробой был ложным, и тогда придется закрыть позицию. Вот. Так, ну давайте будем на этом завершать, иначе мы с вами превысим все мыслимые пределы нашего времени. Так. Так, давайте завершу тогда мероприятие, а потом отвечу на оставшиеся вопросы. Так, смотрите записи наших мероприятий на Ютубе. Кстати, пишите замечания, ваши замечания и комментарии, они помогают нам улучшать наши мероприятия. И, да, и, соответственно, смотрите наши мероприятия. До свидания, до завтра. Будем всегда рады вас видеть на наших мероприятиях. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.